Фух, жарко, просто нереально, это я так потею, потому что выложил видео, но набрала два класса. Поставьте, пожалуйста, лайк, дизлайк, отписку, похер, что-нибудь, чтобы оно дальше начало набираться. Каким специальным софтом пользуются ютуберы, чтобы набирать миллионы просмотров? По-любому же есть какой-то лайфхак. Я не знаю. Но я точно знаю, что путь к миллиону лежит через вот эти вот несколько программ, которые я использую, которые используют миллионы человек по всему миру. И ты знаешь, у кого-то же получается набирать просмотры. Поэтому давай разбираться. Обязательно досмотри видео до конца, потому что ближе к концу видео будет бонус. Ну все, короче, давай заканчивайте все долгие вступления, погнали. Вот ряд основных программ, по сути, я вывел у себя на рабочем столе в панельке. То есть вот такая вот классная картиночка. Первым делом идет хром. Понятно, хром показывать не буду. Уже в конце я там за нейросети подскажу, которые благодаря тому, что через Google Chrome или через Brave можно выйти в эти нейросетки и как бы что-то дальше придумать. Если мы говорим за программой, Telegram. Телеграм, понятно, с пацанами общаться, с дизайнерами, заказчиками рекламу искать. Это все прекрасно. Adobe After Effects можно зайти, но если взять в общем, то довольно редко. Довольно редко, потому что вот этот вот софт не позволяет какие-то красивые, качественные анимации делать. До этого у меня был iMac. И ты знаешь, на iMac нормально было. Нормально все окей. Когда не требовалось каких-то крутых 3D-шек и так далее. Ну вот After Effects есть, раз в месяц, может быть, в него захожу. Дальше Photoshop, стандартная классика, то есть я стараюсь заказывать превьюшки у дизайнеров, но периодически я сам что-то делаю в Photoshop. Минимум это цветкор какой-то сделать, можно это делать в Lightroom, но вот в последнее время мне это приятнее делать через Photoshop. Вдобавок я, например, могу убрать какие-то элементы. Вот если взять фоточку, классно все почистил, но до этого фотография вот такая была. Она и так довольно выразительная была, но вот если ты ее чуть почистишь, она уже с цветкором, то получается замечательно. На Photoshop не будем останавливаться, переходим дальше. Premiere у меня не самый новый, 22-го года. Весь основной монтаж, по сути, идет здесь. Но с одним исключением, периодически я в другой монтажке работаю, объясню почему. Ну вот, например, какой-то можно открыть проект, глянуть вообще, что у меня есть. В Premiere работаю несколько лет, давно, классно, супер, ну то есть и цветкор, и подрезать, и все сделать. Ну меня, в принципе, Premiere устраивает. Такой распорядок таймлайна, видео, там что-то накинул, еще какую-то суету навел и как бы все. Тоже не будем останавливаться, я перейду к следующей монтажке, CapCut. Почему он мне нравится, почему периодически я перехожу на него. Во-первых, там огромное количество встроенных переходов есть, то есть не нужно искать дополнительно какие-то звуки, потому что их прямо в проге можно найти. Довольно много пресетов, которые позволяют покрасить картинку, и вроде как, вроде как, получается довольно неплохо. По сути, тот же самый Premiere, но за исключением того, что прога напичкана в себе гораздо большим количеством там типа плашек, анимаций, вот этих вот всех историй. И из-за этого, из-за этого, то есть оно внутри как бы все есть, не нужно по своим каким-то прогам лазить. В принципе, комфортно, мне это в этом плане очень нравится. И еще из-за чего мне нравится CapCut, я знаю точно, что и в новых версиях Premiere это есть, но CapCut чем хорош, генерирует субтитры. Мне так комфортно, я генерирую тут субтитры. Важный момент, если мы говорим за ютуберскую историю, да, я это потом экспортирую в формате SRT, то есть, чтобы изначально были тайм-коды, и потом это дополнительно гружу на YouTube. Параллельно, параллельно, CapCut позволяет переводить на другие языки, в том числе, то есть, по-моему, русский можно еще перевести, например, там, на... На ряд других языков украинского, к сожалению, нет. Я переводил, не совсем точно и корректно было. Поэтому я сейчас перехожу в Google Chrome и покажу двумя нейронками, которые я пользуюсь. Это Grog и Clod. Clod потрясающе, на самом деле, справляется с текстами, поэтому я загружаю SRT-файл субтитры сюда и прошу, чтобы он корректно перевел, вот, например, на казахский язык. И он мне переводит. Вот, он учитывает специфику языков, то есть, вот, тот же казахский, там, тот же какой-то английский разговорный и так далее, так далее. Он это более качественно переводит, чем сам CapCut. Поэтому, вот, две нейронки для YouTube, которыми я пользуюсь, это Clod и Grog. Так, следующий вариант, это просто режим бога для мультиакинга, это вот расширение твоих границ. То есть, ты до этого заливал, монтировал, суетился, что-то, короче, наводил какой-то кипиш. А здесь вот происходит тестирование, здесь происходит, там, проработка гипотез, ты что-то смотришь, ищешь, вдохновляешься. Вот, женщины какие-то есть, прекрасно, 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 максимальная анонимность, запилил, если тебе нужно каких-то прокси, если тебе не нужно прокси, просто используешь разные профили. То есть, это штука, которая тебе позволяет максимально оставаться в тени. Никто не палит тебя, ты делаешь огромное количество аккаунтов, ты в крипте какие-то движухи наводишь, ты не пользуешься обычным браузером, потому что у тебя там огромное количество каких-то вкладок. Здесь все четко по полочкам разложено, где тебя не забанят, где тебя там не скажут, что ты дурачок. Ну, в общем, анти-детект браузер, это must-have история для тех, кто, например, за границей находится, ему нужно залить видос. Видос, подключаешь, например, украинские прокси, ну, вот так, чисто гипотетически сюда, подключаешь украинские прокси, сейчас не буду, извините, это все долго, нужно быстро показать. Подключаешь украинские прокси, потом заходишь в тикток и давай по-новой это все дело заливать уже на Украину, как это делаю я. Короче, решение must-have, я не знаю, как я пользовался без него раньше, просто кайф, ссылка в описании, там ништячки будут после регистрации. Обнял и мы продолжаем дальше. Для того, чтобы записывать голос, вот, спасибо, микрофон стоит, я пользуюсь OBS-кой, в том числе, если нужно какие-то другие штуки использовать для записи, использую исключительно OBS-ку. И еще один важный момент, которым я пользуюсь, это тайм-трекингом, то есть мне важно понимать, сколько времени я трачу на ту или иную задачу. То есть у меня изначально, вот там блокнотик есть, оно все прописано, что надо сделать за день и для какого-то своего спокойствия, для своего успокоения я использую трекер времени Clockify, наверное, так он называется. Он комфортный, то есть плюсик нажал, оно само трекает, потом вышел и, например, вот по датам, там или за месяц я могу взять, или, например, отдельные даты, я понимаю, что, а, там видео я тратил два с половиной часа и смотрю, в котором часу, там, какое количество времени я потратил на него. Здорово, здорово. Как по мне, это позволяет видеть задачи, на которых ты тратишь больше времени и позволяет, ну, наверное, выгрозить, оптимизировать эту всю историю. И мне так гораздо-гораздо комфортнее. Ну и понятно, что, в общем, это чуть-чуть позволяет структурировать себя и, как бы, больше времени тратить на важно. Ну, то есть, в общем, ты делаешь какой-то анализ. Подводя итог, монтажка это CapCut Premiere, какой-то графический дизайн Premiere, общаюсь с братюнями в Телеграме, естественно, есть Steam, куда я захожу и играю в Counter-Strike, в Dota, пацаны, кто хочет, пишите, оставлю ссылку на свой профиль в Steam'е. Записываю через OBS-ку и трековое время через ClockFi. Вот такой набор программ, которые я использую, нейронки Клод Грок, ну и GPT, естественно, там для каких-то мелких задач, типа поделиться наболевшим, почему у меня видео набирают 2 просмотра, а не 14. Вот такой вот у меня функционал. Таким же, думаю, количеством программ пользуются какие-то другие ютуберы, которые в том числе набирают миллионы просмотров. У меня пока тысячу просмотров, но я иду к миллионам и, собственно, вам этого желаю. Не забывайте подписаться на канал, не забывайте оставить класс и написать в комментариях, какими программами вы пользуетесь. Я очень благодарен, что вы меня смотрите, до скорых встреч, пока. Обнял, друзья.